Всем привет! Сегодня 25 июня, город Саратов. Времени 9 часов утра, по местному, да, здесь плюс 1, соответственно, по московскому 8. Ранний, сусветный, а мы уже готовы к выходу. Да, поскольку времени у нас мало, один день на один довольно большой город, это на самом деле недостаточно, и мы сегодня будем просто бегать, как сообразки по всему Саратову. И такую ранищу мы встали не просто так. Мы сейчас выходим и едем в город Энгельс, да, в город, в который мы не собирались ехать, но мне вконтакт написал такой же любитель путешествовать, как и я, по имени Сергей, и посетовал, что как же так, побывать в Саратове, не побывать в Энгельсе на месте приземления Юрия Гагарина, но это просто не дело, да, не серьезно. Я подумала, что да, действительно так, нужно бы съездить, но до этого места, как выяснилось, своим ходом не добраться, да, поэтому Сергей любезно предложил нас с мужем подвезти до этого места приземления. Я толко думала, соглашаться или нет, если честно, поскольку не самый общительный человек, мне, ну, немножко так стрёмно, что ли, с незнакомым человеком встречаться в чужом городе, но я решила, ладно, рискну, в кои-то веки, овось, ничего страшного не случится, да, поэтому сейчас мы идем на остановку автобусную, чтобы доехать до Энгельса, и там нас встретят и довезут, все покажут, все расскажут, может, не расскажут, но неважно, вот, и из-за этого такая ранища, да, такую ранищу мы встали, да, в общем, я не выспалась, не обращайте внимания, я не какущая, да, ну, по мне, наверное, заметно, не накрашена, поскольку сегодня ночью, точнее, вечером опять в поезд, в общем, выгляжу я как чушка, ну, что есть, то есть, да, и в таком ужасном виде пойду пугать жителей Саратова. Да, так что давайте уже выходить, на улице сейчас солнечно, вроде бы не очень холодно, я рискнула выйти в одной только лишь джинсовой куртке, не одевать еще одну кофту с капюшоном, надеюсь, не замерзну, ну, давайте уже выйдем и посмотрим, как там оно на самом деле на улице. Мы уже вышли из гостиницы и даже уже перешли на другую улицу, не на Мичуринскую, где мы живем, а на улицу Чернышевского. Хотелось бы отметить странный факт, который мы еще вчера приметили, а здесь что-то людей как-то мало совсем. Вчера пока до гостиницы дошли, почти никого не встретили, и сегодня 9 утра, два человека, вот, пожалуйста, и машин мало. В Питере, конечно, совсем все не так, там, по-моему, круглые сутки кто-то куда-то идет, ну, а с другой стороны, ну, такой город. Вот, магазинчик, это, кстати, сеть, если я правильно поняла, надо будет завернуть. Да, вот там вот вниз ведет дорога уже к Волге, но мы пока что... Волга, Волга, ротонда, да, кстати, беленькая. Это мы все увидим с вами позднее. Мы все еще идем по улице Чернышевского, и здесь рядом с каким-то торговым центром сидят вот такие львы. В большом-большом количестве. Вот их сколько. Честно говоря, я не знаю, много ли нам еще идти, долго ли, но мы уже, вы знаете, даже немного спарились. Обещали нам 15 градусов, ну, наверное, так оно и есть, но на солнце и без ветра тут уже не плохо. Мама, 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 мама. Вот, мама, мама. Это на моего мужа сейчас накинулись собаки много. А я собак дико боюсь, поэтому я так тихо и сапо, быстро-быстро. Я реально просто жутко боюсь собак. Фу. Ой, мамочка, у меня чуть сердце не остановилось. Ой, кошмар какой. Ну что, живой? У меня газовые баллончики обшипнули в морду. Газовым баллончиком? Да. Вот. Не повезло собачке, но с другой стороны, а что нападать? Пришли мы на остановку, которая находится на пересечении Чернышевского и улицы Московской. Здесь будем ждать автобус номер 284-Б, который довезет нас именно туда, куда нам нужно. А именно в город Энгельс до конечной остановки. По-моему, она называется Химволокно. Как долго мы будем здесь ждать этого автобуса, я не знаю. Надеюсь, он придет быстро. Сели мы в автобус. Ждали, кстати, его не очень долго, минут, наверное, 10. Проезд стоит 20 рублей до Энгельса. И мы сейчас переезжаем мост, который соединяет Саратов и Энгельс. И вот такой живописный, потрясающий вид на Волку открывается. Посмотрите, какая красота. Мы уже въехали в город Энгельс. Вот куда мы с вами забрались. Посмотрите еще чуть-чуть, и мы прибудем на место приземления Юрия Алексеевича Гагарина. Три километра вот по такой дороге. Сколько мы сюда едем? Уже долго. Да, без машины, конечно, мы бы сюда не добрались. Транспорт общественный сюда действительно не ходит. Что там? Мы сейчас находимся на месте приземления первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Я думаю, все прекрасно знают, когда произошло это событие. Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин поднялся на орбиту, сделал несколько оборотов, сколько? Два или три. Его полет вокруг Земли, именно космический, продолжался 108 минут. Ну, а потом он уже приземлился, именно здесь, вот в таком спускаемом аппарате. Давайте подойдем поближе, посмотрим, что это за штуковина такая. Этот спускаемый аппарат, который мы видим сейчас, не тот, на котором спускался Гагарин. Это похожий, но другой, более современный. Да, это 83-го года выпуска. Тот, на котором Гагарин спускался, я думаю, немножечко... Ну, где-нибудь в Москве, в музее космонавтики, наверное. Слишком ценная вещь. Может быть, даже немножко погнулся. По размерам он примерно был такой же, оцените масштаб. То есть, влезть туда было довольно трудно, и места там довольно мало. Если еще предположить, что внутри там были кресла расположены, в котором он сидел, аппаратура, приборы, то, в сущности, это все равно, что вы наденете на себя довольно много одежды и залезете в малолитражку. И габариты у вас будут такие 2 на 1,5. То есть, если нос почесать получится, будет вам счастье. Да, ну, в общем, вот так, представляете? Так и летали. Так и летали, да. Ну, что тут сказать? Первый человек в космосе переплюнуть, это уже ни у кого не получится в любом случае. А это Олег Космонавтов. Можно поближе подойти, посмотреть. Вот это Титов. Герман Титов. Второй человек, который полетел в космос, собственно, после Гагарина. Строго говоря, Гагарин всю жизнь потом говорил. Я так и не понял, был ли я первый космонавт или последняя собака. Помните, мы звездочку с вами видели, последнюю собаку. Да, в том смысле, что по-хорошему на Гагарине отрабатывалось вообще, как сможет ли человек, в принципе, хоть что-то сделать в космосе, и не умрет ли он там, чертовой матери. Так, это второй космонавт, да, после Титова-Попович. Ну, я так понимаю, мы про него вряд ли что-то вам все расскажем. Это первая женщина-космонавт, Валентина Терешкова. Так, это у нас... По-моему, Владимир Михайлович, если я ничего не путаю, имя, отчество Комаров летал несколько раз, два или три. Последний раз они должны были осуществить стыковку с другим аппаратом, но в силу технических неполадок его вернули с орбиты, и в процессе приземления он разбился. Ой, как жалко. Так, Феокристов. Феоктистов. Ой, Феоктистов, прошу прощения, тут не очень четко написано. Ну, или я такая слепая просто. Леонов. Алексей Леонов, первый человек, который осуществил выход в открытый космос. Да, представляете? Или какая? Кубасов. Если ничего не путаю, надо проверять, потому что могу ошибиться. Кубасов был один из космонавтов, который осуществлял стыковку Союз-Аполлон. Он, по-моему, был бортинженер. Ух ты, у тебя и память. Сарафанов. Ничего не могу сказать. Извините, мы не про всех знаем, мы специально не готовились. Коваленок, если я правильно прочитала. Еще одна женщина, Савицкая. Светлана, по-моему, тоже женщина-космонавт. Да, вот, уже две женщины-космонавта у нас. Сергей Крикалев. Крикалев. Он на станцию Мир летал, у него тоже довольно много полетов. Фамилия знакомая, но я чуть не помню, где я ее слышала. И вот последний космонавт на этой аллее, это Шаргин. Видимо, Юрий. Да, Саратовский космонавт, он до сих пор жив. Вот так, интересно. А это, я так понимаю, ракета-строитель? Да, Константин Циолковский, Сергей Павлович Королев. Да. Сергей Павлович Бедняга сам на себя не похож. Ну, это, я же не всегда получается. У Циолковских все-таки больше. А вот тут еще, посмотрите, какая красота. Да, интересное такое место. Жаль, что добраться до сюда крайне-крайне трудно. А вот человек, благодаря которому мы сюда попали. Сергей. Спасибо вам большое. Если бы не вы, да, мы бы... Приезжайте еще, еще Хвалынск с Балаковым посмотрите. Может быть и приедем, когда-нибудь. Имеет смысл Хвалынск, это наша Швейцария, Саратовская. Ну, да, ездим рано или поздно. А сейчас мы, наверное, уже обратно, да? Да, обратно. Да, так что давайте еще разок посмотрим на эту красоту. И будем двигаться обратно в сторону машины. И нам ехать еще довольно-таки долго. Мы все еще в Энгельсе. Решил Сергей нас повозить по городу, кое-что нам показать. Собираемся мы вот туда. Это парк Эльдорадо, кажется. Да, а машину запарковали на другой стороне. И тут вот военная техника. Стоит танки. Посмотрите, давайте поближе подойдем. Потому что русские-то танки мы с вами видели. А вот немецкий. Первый немецкий танк. Непонятно, как он называется. Да, ну вот такой он, посмотрите. По сравнению с нашим-то. Даже маленький. Да, вот такой. И они были белые, да. Наши вот зеленые. Посмотрите, как интересно. Как симпатичненько местечко. Что это у нас такое? Это отель Эльдорадо. Здесь можно гулять, фотографироваться. Очень любят у нас здесь фотографироваться. Свадебные кортежи, свадьбы. Кстати, вот, Свет, можете залезть в свадебную карету. Это бесплатно. Нет, я как-то не одета. Не одета я в платье, чтобы в нем пушить. Там у нас парк Эльдорадо. Там много интересного. Опять же, различные средства передвижения. Вертолет, фонтаны. Вечерами здесь показывают кино. Тоже бесплатно. То есть, можно прийти, заказать чай и смотреть любимый фильм. Правда, не свой любимый фильм. А какой покажут? А какой покажут, да. Фотосессии видеосъемка на территории парка платные. Ха-ха. Ну, это для свадьб. Ну, да. Заборы. Ручная работа, говорят. Представляете? Да, и мы еще кое-что с вами увидим. Сегодня тоже ручная работа. Да, неплохо так здесь посидеть. Чайку попить. Смотрите, скамеечки. Прелесть, правда? Да, да. Смотрите. Вот мы приближаемся к трону желаний. Жители Энгельса все садятся на этот трон и загадывают желания. Даже иногда они воплощаются в жизнь. То есть, не всегда? Ну, и у кого как. Кто хочет, тот всегда добьется. Что надо сходить, посидеть. Обязательно посидите, загадайте путешествие в Италию или куда-нибудь. В Испанию. Ну, в Испанию, да. У вас же она на первом месте. Да. Вот такой трон желаний. Зайди на трон и загадай желания. Да сбудутся мечты твои, коль помыслом они чисты. Вот так. Кошечка железненькая. Птички. Ну, красота. Просто красотища. Да, за эту красоту надо поблагодарить нашего жителя Энгельса Александра Геннадьевича Камаева, который финансирует все это и делает. Спасибо ему за это. Пусть он и дальше для нас делает такие радости в городе. Ну, да, красивое место. Котелки. Очень красиво, смотрите. Фламинго. А здесь водопадик маленький, рыбки. Вроде бы тоже есть. Говорят, раньше здесь были уточки. Ой, смотрите, какая тоже интересная скамеечка. Вот такая оригинальная. Красивая музыка, приятная такая. Ну, кому-то, конечно, покажется устаревший, но мне кажется, очень миленько. Островок небольшой и Петр. Давайте поздороваемся с Петром Первым. Во весь рост, во все свои два с чем-то там метра. Вот такой красавец. Так же здесь, помимо скульптурок, стоит вполне натуральный Ми-8. Транспортный водолёд, да. Большой, отреставрированный. Он не летает, конечно, просто тут для атмосферы. Ну, красивое место. Свадьбы здесь очень часто фотографируются. Я думаю, что и кафешку эту тоже бронируют, хотя это не дешево. А это мы зашли за гостиницу, а тут на дереве глаза висят. Большой брат следит за тобой. Да, большой брат следит за тобой. Потрясающе. Ещё одна скамейка с таким вороном, учёным. Потрясающе красиво тут всё это сделано. Или вот, например, вот здесь, да, 12 стульев. Ну, сразу эта ассоциация в голову приходит, когда вот эти пружины из стула, торчащие, я увидела, да. Ну, шикарно, шикарно. Здесь огромное количество кафешек. Вот каждое это здание, это какая-то кафешка. Вон тут, например, мангал, тандыр, что-то такое. Супер. Как нам сказали, до сюда можно добраться только на машине. Такие скульптурки, как в обычных, да, таких советских парках раньше ставили. А ещё коровки. Ой, как красиво. Вот такое интересное место мы вам показали, да. Без машины мы бы сюда не добрались. Ну, а сейчас наш путь лежит ещё не в Саратов, а ещё нас куда-то повезут ещё. Что-нибудь покажут. Ой, как здорово быть блогером. Мы всё ещё в Энгельсе, рядом с детским кафе. Оно за забором находится, и, как я понимаю, пока что не работает. Но интересным здесь является забор вокруг этого кафе. Это ручная работа персонажей из мультиков. Посмотрите, крокодил Гена, Чебурашка, даже крыса есть и шапокляк. Да, дальше у нас... Как-то я... А, это, наверное, Чиполина. Да, Чиполина. Это я не знаю, кто. Короба. Димочка, ты не знаешь, какой это мультик? Это Вовка в 39-м царстве. Как? Не, не Вовка в 39-м царстве. В стране не выученных уроков. Да, точно, точно. Я помню, интересно, такой мультик хороший был. И книжка мне тоже очень нравилась по этому. Или мультик по книжке. В общем, как-то так. Так, а это что у нас? Это... А, это водяной, с которым никто не водится. Да, я правильно понимаю? Ну, тучи кораблей, аж правильно. Да. Сказка о рыбаке и золотой рыбке. Или как это? В общем, вы поняли, да? Да, вот старик, а вот рыбка. Вот. Про... Вовку в 39-м царстве. Да, да, Вовка там. Было очень интересно. Смотрите, это всё ручная работа. Вот просто шикарно. Вот ворота. А там детский... Детское кафе. Тоже очень симпатично сделано. Посмотрите, какие башенки. Но не работает. Да, до сих пор почему-то его не открыли. Жалко. Так, что у нас тут? Что это? Не знаю. Я не знаю. Ну, может, кто-то из вас. Не знает. Так, это конёк-горбунок, если я правильно понимаю. Да? Да? Лошадка. А лошадки нет? А вон она сверху лошадка. Сверху лошадка. А, вот. Найдите лошадку. Тут сова у них есть. Да. Так, а это что такое? А это я не знаю, что это такое. Что это? Я не знаю, как мультик называют. А, я знаю, что это за мультик. Рыжий-рыжий, конопатый. Вот что это за мультик. Да? Ну, у меня такое есть показание. По крайней мере. Ну, вот солнышко и этот чувак с такой прической, они похожи. Да, ну, если вы знаете, то... Да, точно, точно. Вот и эта вот птица у него сзади, это он. О, а я и не помню. Так, а это гриб. Какой-то гриб и зверушки. Что это? Я не знаю, что это. Мультик помню, но как называется, не помню. А я и мультик это не помню. Ну, симпатичный, посмотрите, как всё классно. А, вот, волк и заяц. О, как. Смотрите, какая прелесть. Вот такой мультик про насекомых. Муха, муха, цукатуха. А, муха, позолоченная брюхо. Вот, посмотрите, жук тут какой-то с ней танцует. Каждый месяц добавляли новую картину в этот забор. В вторую сторону смотрим с вами. Так. Это барон Мюнхгаузен, да? Ага. Кое-что ещё помню. Тут заяц какой-то с вороной. Это когда заяц за яблоками ходил. Четыре сыночка, лапочка, дочка. Хоть кто-то что-то помнил. Ой, а это, смотрите, это же из... Это же этот, из Воронежа, с улицы Люзикова. Да, вот мы в прошлом году видели этот памятник. Даже мультик мы потом посмотрели, потому что я только впервые с ним познакомилась в прошлом году. Да, такая красотища. Красотища. Так. Это какой-то чукча... Что это? Умка. А, умка. Простите. Умка. Так, а тут что у нас? Паснерник. 12 месяцев. 12 месяцев, да? Ой, я этот мультик точно давным-давно смотрела. Вот, 38 попугаев. Тут мартышка, попугай. Такой длинный, задумчивый удар. Так. А, это вот про Африку. Каникулы Бонифаций. Каникулы, да, Бонифаций. Да, вот такой вот лев. Так, а это у нас что такое? Ой, а что это у нас такое? Это кто-то там в гостях у Барбоса. А, в гостях у Барбоса. Да, Бобик. Человек, собаки, друг. Это знают все вокруг. Да. Так, а это что такое тут? Колобок. А, точно, колобок. Тут даже написано, от бабушки ушел, от дедушки ушел. Да, и закончил очень печально он свою жизнь. Так, а это я помню, сидели под столом волк и собака. Как раз и есть жил был пес. Да, жил был пес. Да, вот. Кошка, смотрите, на хвост наступили. Это тоже про волка и собачку жил был пес. Матрос, кот Матроскин. Смотрите, пистальон Печкин, шарик. Ой, покатай меня, большая черепаха. Так, а это у нас кот Леопольд, судя по всему. Да, и два мыша. Очень я любила мультики, прокатали Апольда. Так, а это Майдадыр. Ага. Ой, а это что такое? А это что такое? Здрасте, мальчишки-бальчишки. А, точно. Я только стихи читала, я в мультики не смотрела. Вот такие злобные фрицы мучили мальчиша. Так, а это сова этой... Винни-Пух. Винни-Пух, да, вот. Винни-Пух, что-то он на себя не совсем похож, поэтому... Сразу не признала. Вот ослик, да, хвост потерял. Тут такие, как карусели, да? Тоже ворота какие-то. Вы представляете, огромный такой забор весь из детских мультиков. Да, это про щуку. Да? Да, Емеля. Да, Емеля, щуки. Ой, а это вот, как его звали? Кот такой толстый и попугай Кеша, да? Классный был мультик. Очень веселый, моднявый такой этот кот был. Да, злоб какой-то. Так, Карлсон. Посмотрите. Малыш и Карлсон. И вот Рэкинбок. Так, а вот этот мультик, я не помню, как называется. Про... Про... Про хоккеистов. И Репка. Вот. Смотрите. Потрясающе красиво, конечно. А, нет, там еще... Там еще, по-моему, пчела. За углом что-то прячется, последний вроде бы, как фрагмент. А, муха-цокотуха. Да, вот. А там что-то было. А там, наверное, было стрекоза и муравей. А, наверное. Ну, в любом случае, это муха-цокотуха. Вот тут огромный паучище. Жуки, паучки все разбегаются. И смелый комарик. Прилетел и муху спас. Да, вот так. Смотрите, какая прелесть. Еще одна небольшая достопримечательность города Энгельса. Это ракета, составная, скажем так, часть зенитного ракетного комплекса С-75. И эта пусковая установка и ракеты установлены в честь Энгельского высшего зенитного ракетного командного училища противовоздушной обороны, которая успешно подготовила офицерские кадры для войск ПВО страны в период с 1951 по 1994 года. Еще одна достопримечательность. Впереди по центру кадра бык Солевоз. Скульптор, уроженец города Энгельса. Садовский. Садовский, да. Вот такой бык. Ну, нам ближе не подойти, просто неудобно. Так, отсюда посмотрим. Есть в Энгельсе такое место, называется Пульвар Рос. Это такая улица пешеходная, вокруг дома, и здесь всякие бутики, еще что-то. Вот, кстати, там впереди кафешка Ули, которую мне рекомендовали посетить. И вот буквально недавно поставили такое сердце. Посмотрите, какая красотища. Фонтанчик вечером подсвечивается. Да, еще вот, посмотрите, видите, да, тут лампочки. И вечером здесь как крыша такая получается. Расстались мы с нашим проводником, с Сергеем. Спасибо ему огромное еще раз за то, что он такую замечательную экскурсию по городу нам провел. Свозил нас туда, куда редко кто добирается из туристов. Ну, кто на машине, тем, конечно, повезло. А своим ходом они до Эльдорадо, не уж тем более до места приземления Юрия Гагарина, добраться просто нереально. На прощание подарил мне Сергей вот такой брелочек. Я думаю, вы помните, да. Я интересовалась, что это за здание. Это Саратовская консерватория. Там находится самый большой в мире. В Саратове. В Саратове. По-моему, даже не в Саратове, а вообще самый большой орган. Ну, мы тоже не с пустыми руками из Питера приехали, привезли сувенирчики, подарили, да, замечательно пообщались. Нам все очень понравилось. Теперь мы хотим быстренько перекусить. Сколько сейчас времени? Сейчас час сорок четыре по местному. Времени по Саратовскому. Вот такой улей. Смотрите, сколько выпечки. Нужно взять подносик, столовые приборы и постепенно ехать. Да, вот так. Вот такой у нас сейчас будет обед в кафе Ули. Давайте посмотрим, что по ценам. У мужа греча 150 грамм за 20 рублей. И бифштекс по-мексикански 89 рублей. Хлеб, по-моему, 2 рубля стоит. Нет, 3. Вот такой салатчик. Он вышел на 70 с половиной рублей. Это на вес там все. Все по 490 из салатов. И вот на 150 грамм такой салат со спаржей. У меня все более скромно. Это курица по-гавайски за 97 рублей. Да, и зачем-то я набрала кучу вкусняшек. Наверное, потому что очень хочу есть. У меня сладкая датская слойка за 28 и кружки в сахаре за 13 рублей. Чай мы сегодня не пьем. Здесь вишневый компот за 27 рублей. А у меня сок, точнее, клюквенный морс за 25. Морс и компот мы уже попробовали. Рыбой не пахнет. Все как надо. Даже вишневый компот вкуснее. Морс такой немножко попроще, что ли. Но тоже очень вкусный. Общая сумма 375 рублей 56 копеек. Хорошо мы посидели в этой кафешке. Действительно, все очень вкусно. Правда, сладости не съели. Тащим с собой. Но будет чем перекусить в поезде или в гостинице. Кстати, эту кафешку Ули мне рекомендовала одна из моих зрительниц в комментариях под видео. К сожалению, она удалила свой комментарий. Я даже не помню, как ее зовут. Да, хочу сказать ей спасибо за рекомендацию. Действительно, хорошая кафешка, хорошая такая сеть. Кстати, в Энгельсе это Тулей-1. А в Саратове этих кафешек довольно-таки много. Мы движемся в сторону автобуса. Впереди где-то там остановка. И нам нужен все тот же самый 284-й Б. А вот что мы будем делать, когда приедем в Саратов? Переедем через мост. Я не имею ни малейшего представления. Все мои планы как-то немножечко так сдвинулись.